МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Высокие темпы. Ход весеннеполевых работ обсудили в Доме правительства. Особое внимание. Забота ветеранов. Забота государства. Бессмертный полк. Чувашия готовится ко всероссийской акции. В Республике открылись сезонные садовые маршруты. Теперь дополнительно действуют 31 пригородный и 5 городских рейсов. Транспортную логистику в связи с закрытием привокзальной станции столицы республики обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Основные пункты отправления маршрутов – пригородный автовокзал вместо автостанции привокзальной, диспетчерско-кассовый пункт в переулке Бабушкина и остановочный павильон Роща. По всем 34 муниципальным маршрутам, в том числе садовым, ранее работающим с автостанцией Новосельская, с 1 мая текущего года организована начальная остановка и конечная остановка Роща. В Канажском районе добавили 4 новых рейса. На большинстве садовых маршрутов появилась возможность оплачивать проезд карты ЕТК. В майские праздники дачные маршруты – самые востребованные. Что касается весеннего сева, то здесь предстоит большая работа. Объемы весенних сельхозяйственных работ в этом году увеличивается. С учетом гибели озимых культур почти на 50 тысяч гектаров пересев осуществляется. И с учетом наступившихся теплых дней и теплолюбовые культуры начали сеять. Наибольшая площадь гибели посевов зафиксирована в Яльчикском, Алатрском и Порецком районах. Если семенами яровых культур сельхозпроизводители обеспечены за счет страхового фонда, то на проведение комплекса работ по пересеву погибших культур сюда входит обработка почвы, проведение комплекса работ по пересеву погибших культур, обработка почвы, внесение минеральных удобрений. Дополнительные затраты могут составить 150 миллионов рублей. Если считать семенами, то от 240 мы считаем до 720 миллионов рублей. Яровой сев в этом году планируется провести почти на 360 тысяч гектаров. Это на 15,5% больше, чем в прошлом году. К севу приступили в середине апреля. Благодаря хорошей подготовке темпы значительно опережают прошлогодние показатели. Но из-за пересева о зимах продолжительность посевной увеличится на 5-6 дней. Закончить ее планируют на этой неделе. Система GPS и другие коммуникации позволяет на сегодняшний день без больших огрехов, без больших потерь проводить все сельскохозяйственные работы. Глава Чувашии поручил организовать переброску освободившейся техники из хозяйств, завершившихся в хозяйство, где ее не хватает. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. И после заседания правительства Михаил Гнатьев побывал в нескольких районах Республики, где проверил, как идут полевые работы и с какими проблемами сталкиваются фермерские хозяйства. Подробнее в нашем специальном репортаже завтра о вечернем выпуске программы Республика. И к другим темам. Новый орган государственного управления, новые назначения в правительстве. Глава Чувашии Михаил Гнатьев подписал ряд постановлений. В правительстве Республики появился новый орган государственного управления. Комитет по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям преобразован в министерство. Руководителем назначен действующий председатель Вениамин Петров. Перед новым министерством стоят серьезные задачи обеспечения безопасности в регионе и профилактическая работа. Я приложу все усилия и с командой, и с министерством с новыми. Все задачи будут выполнены. Все, что от нас зависит, мы сделаем, чтобы действительно обеспечить комплексную безопасность населения Чувашской Республики. Новый руководитель появился и в министерстве транспорта. Им стал Александр Николаев, который занимает должность вице-премьера правительства и курирует противодействие коррупции и общественную безопасность. Глава региона подписал соответствующий указ. Рассчитываем на то, что организационная работа лучше будет выстроена с точки зрения взаимодействия с МВД, с КИБПТ по тем вопросам обеспечения безопасности и снижения дорожно-транспортных происшествий. И с учетом этой коммуникации можно рассчитывать, прогнозировать, что те индивидуальные, которые обозначены, мы реально можем их реализовать. Министр здравоохранения Республики Владимир Викторов стал вице-премьером правительства. Он будет курировать социальный блок, координировать работу министерств по реализации национальных проектов в области демографии. Все те задачи, которые стоят перед вами, перед вашими коллегами, на сегодняшний день они тоже непростые. И касаясь уже выполнения этих мероприятий, поэтапно, по шагу мы должны достигать никаких результатов. И ежедневно нужно заниматься предметно, конкретно выполнением этих мероприятий. И каждый простой человек должен почувствовать улучшение благосостояния. Сколько мусора производят жители Республики на самом деле? Республиканский Минстро и региональный оператор решили провести тестовое взвешивание отходов в контейнерах. Эта процедура поможет скорректировать действующие нормативы накопления ТКО. Подробности далее. Цифра на весах 141 килограмм. Столько мусора накопилось в одном из контейнеров по улице Мичмана Паблова в Чебоксарах. Что в контейнер не помещается, например, крупный строительный мусор взвешивают отдельно. Затем специалисты проводят обмеры. По каждому объекту мы взвешиваем, определяем, записываем. Потом вставляем сводную ведомость, как администрация города Чебоксара, и направляем Минстрой Чебоксарской республики для согласования. Для полной картины. За всеми замерами следили общественники. Тема как нельзя актуальная. И жители начали платить повсеместно, и она на слуху. Тема обращения с отходами. Поэтому мы решили принять части в выезде и на практике познакомиться с тем, как происходит замер. Я думаю, что мы будем принимать участие в каждом из этапов. И в летнем, и в зимнем. То есть будем смотреть, как это все происходит, каким образом, и как выполняется эта методика. Целую неделю весенние замеры проходили в восьми муниципалитетах республики. Так специалисты надеются получить объективную картину объемов. Мы уже проводили зимние замеры. Это было в январе месяце. По итогам четырех замеров уже сезонных, это еще у нас остается лето и осень, будет уже средний объем накопления мусора на одного человека высчитываться. Наша цель – определить объективную величину норматива, чтобы не было ни завершения, ни занижения нормативов, чтобы могли и граждане быть уверены в том, что норматив объективный, и чтобы рекоператор мог продолжать свою деятельность. Параллельно в районах устанавливают контейнерные площадки и оснащают их контейнерами для сбора мусора. На эти цели выделено 193 миллиона рублей. Несчастный случай. В Урнарском районе 4 мая 4-летний мальчик выпал из трактора. Отец взял его с собой в кабину машины, когда перевозил удобрения на своем участке. При подъеме трактор начал буксовать, он включил передний мост. В этот момент ребенок случайно задел ручку заднего лобового стекла и выпал из трактора, упал на дышло прицепа. Получил черепно-мозговую травму и в больнице скорой помощи в Урнарах скончался. Все документы на трактор у владельца были в порядке. Это выяснили сотрудники гостехнадзора. Они в мае вместе с полицией и ГИБДД проводят рейды в районы, где проверяют частную технику. Однако соблюдение техники безопасности остается за владельцами. В преддверии весеннепылевых работ многие у нас имеют мотоблоки, хотя техника не под надзорным органам гостехнадзора. Но еще раз хочу напомнить, что эта техника предназначена для приусадебного хозяйства. Она продается у нас без прицепа. Потом уже владельцы сами каким-то образом начинают мастерить. И техника, она получается, выезжает на дороги общего пользования. Еще раз напоминаю, ни в коем случае технику нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования. Тем более перевозить пассажиров, тем более маленьких детей. Гостехнадзор Чуваши еще раз напоминает неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, охрана труда. Берегите себя и берегите близких. Бессмертный полк идет по планете. Память тех, кто сражался и работал в тылу во время Великой Отечественной войны, уже почти ли в других странах. В нашей стране акция традиционно пройдет 9 мая. По городам Чуваши в этом году Бессмертный полк пройдет в седьмой раз. О том, как идет подготовка, рассказала координатор проекта в нашей республике Оксана Очкасова. В этом году Бессмертный полк пройдет по Чуваши в седьмой раз. В 2013 году первый был Бессмертный полк в Чебоксарах. Народа с каждым годом все больше и больше. Я надеюсь, что в этом году их будет еще больше. Если совокупно по Чуваши считать, то, мне кажется, мы там около, ну, наверное, 70 тысяч точно собираем человек. В Чебоксарах в прошлом году вышло 25 тысяч человек. В этом ожидаем, что будет 30, возможно, и больше. Поэтому присоединяйтесь, все, кому дорога память, о ваших дедах, прадедах. У нас, в принципе, уже устоялось место. Это национальная библиотека. В 11 часов начинается сбор колонны. В 12 часов старт. Мы идем по главной улице. Это проспект Ленина Карла Маркса. Поворачиваем на композиторов Воробьевых. И дальше спускаемся на Красную площадь, присоединяясь к параду. Ветеранам Великой Отечественной войны особое внимание о состоянии их здоровья. Участковые врачи справляются постоянно. И немедленно реагируют, если нужна помощь. Профилактические осмотры проводят регулярно, даже в канун праздника. Сегодня вместе с доктором ветерана Петра Сафронова навестила на дому и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? К ветерану войны Петру Сафронову медперсонал 2-й городской больницы приходит каждый месяц. Проверяют давление, измеряют импульс. В свои 93 года Петр Иванович выглядит отлично. И память его не подводит. Великую Отечественную помнит до сих пор с того момента, как 18-летнему шел на фронт. Петр Сафронов освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Был ранен. Ну вот, войну закончил в деревне, у села и шпага, командиром минометного взвода. Демобилизовался и вернулся домой он лишь в 1947 году. Тогда же и познакомился с будущей женой Евдокией Лариной и устроился на работу. Петр Иванович и Евдокия Павловна вместе уже 72 года. Вместе и приходили на празднование Дня Победы у себя в родном Порецком. Петр Сафронов часто выступал там, перед односельчанами. В Чебоксары приехали 7 лет назад и теперь живут по соседству с сыном. Сейчас на праздновании 9 мая семью Сафроновых уже не встретишь. Признаются, стало сложно выходить. Хотя Петр Иванович чувствует себя хорошо. Все благодаря заботам жены Евдокии Павловны. Именно она в их семье отвечает за прием лекарств, назначенных участковым врачом. Сейчас я ему даю в 7 часов вечера лекарства все, которые Ирина Владимировна приписала. На тетрадке все записано по рецепту. Потом она объясняет нам все. Вот уже восьмой год за состоянием здоровья семьи Сафроновых следит Ирина Рахмина. И хотя у нее изменился участок, по-прежнему заходят по знакомому адресу. Он наблюдается на дому, ежемесячно проводятся медсестринские патронажи. Берем анализы, контролируем его состояние, состояние здоровья, давление. Среди 50 тысяч пациентов второй городской больницы лишь 23 ветерана. И, конечно, им необходимо особое внимание. Каждого из них наши доктора знают лично. Все медицинские работники с особым вниманием относятся к этой категории граждан. Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, боевые и трудовые медали. Наша съемочная группа насчитала у Петра Сафронова 32 знака отличия. Нам есть кого чтить, кому быть благодарными и кем восхищаться. Юлия Важенина, Бахтияр Вилеев, Республика. В Чебоксарах прошел республиканский конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. Вместе со строгими жюри оценивали отчетецов и мои коллеги. Республиканский конкурс художественного слова проходит уже в пятый раз. Конкурсанты читают и рассказывают на чувашском языке. Огромная любовь к родному наречию заставляет участников, детей и взрослых находить самые интересные литературные произведения. На республиканский этап конкурса приглашены только победители и призеры районных и муниципальных чтений. Юрий Кириллов один из постоянных участников и призеров конкурса чтецов. Без особой патетики, но эмоционально, с глубоким чувством рассказывает он о родине, о том, что близко и понятно каждому. Надо любить поэзию, искусство, душою войти в содержание, посчитаемого своего стихотворения. А потом чувствую себя так, как будто ты сам пишешь. Поэзия, проза и монолог – традиционные номинации. И в каждой из них есть победители. Народная артистка СССР Вера Кузьмина считает, что в будущей республике ее аутентичность в руках таких знатоков родного слова. Небо выбирает отважно. К столетию со дня рождения нашего земляка легендарного летчика Александра Кочетова вышла электронная книга, которая включила в себя 100 документов. Есть среди них и те, которые в руках держал сам герой. Подробности в нашем репортаже. Александр Кочетов родился в Алатаре 8 марта 1919 года. Впервые в небо он поднялся, занимаясь в Алатарском аэроклубе. Затем была успешная учеба в Энгельском военно-авиационном училище. В июне 1941 года он совершил свой первый боевой вылет. К концу войны их было почти 500. В апреле 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в бою, ему присвоили звание Героя Советского Союза. Стоит портрет Александра Кочетова. Можно посмотреть каждую награду, потому что и каждая награда это практически может быть стоило жизни. Поэтому я вам хочу просто пожелать кадетам, чтобы вы в дальнейшем изучали и биографию таких героев, изучали историю нашей страны, историю войны Великой Отечественной. И каким образом нам эта победа досталась. К столетию со дня рождения героя сотрудники Государственного архива Чувашии выпустили электронную книгу, которая стала уникальной. Документы, которые в нее вошли, в единственном экземпляре. Передали их родственники Александра Кочетова. Некоторые из них держал в руках сам летчик. Такая уникальность работы еще заключается в том, что максимум объем фондов документов был просмотрен при подготовке виртуальной выставки. И можно сказать с достаточной уверенностью, что практически стопроцентный объем документов, который мог осветить деятельность вот этого замечательного человека, он включен в эту виртуальную выставку. Рассказ о жизни и боевых подвигах летчика-героя Кочетова на кадет произвел большое впечатление. Мне запомнилось, что он прошел всю войну, сбил более 30 самолетов. Я очень горжусь, что корпус, в котором я учусь, несет его имя. И я очень хочу быть на него похожим. Знаменательное то, что количество материалов электронной выставки «Небо выбирает отважных» совпало с юбилейной датой героя. В нее включены 100 документов. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Таким стал понедельник этой в очередной раз короткой рабочей недели. Я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова